Великобритания сегодня является государством с сильно развитой и независимой экономикой. По показателям в Европе эта страна занимает третье место после Германии и Франции. В Лондоне располагается финансовая биржа, по объему операций в мире, уступающей только Токио и Нью-Йорку. С недавних пор Банк Англии запускает свою криптовалюту, об этом он заявил еще в 2016 году. Она будет аналогом всем известной электронной денежной единицы, биткоя. С ее помощью британцы смогут хранить деньги на виртуальных кошельках. Функционировать криптовалюта будет на технологии блокчейн. Правовое регулирование криптовалют с 2014 по 2017 годы Financial Conduct Authority, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, заявило, что биткоин не является валютой и также эта криптовалюта не деньги, поэтому не может регулироваться финансовым законодательством Великобритании. К примеру, в законе об электронных деньгах, Electronic Money Regulations 2011, говорится, что криптовалюта не является электронными деньгами, так как ее эмиссия не осуществляется централизованно. В этой связи соответствующие органы не наделены полномочиями регулировать криптовалюты. Криптовалюта также не есть ценностью в соответствии с законом о платежных услугах Payment Services Regulations 2009, и согласно этому документу, она не является банкнотой, монетой, электронными деньгами или другими денежными единицами, скрипчалл мани. В связи со всем перечисленным выше, любая криптовалюта в Англии считается уникальной комбинацией цифр, полученной в результате сложнейших математических вычислений, а также алгоритмов. Ни биткоин, ни остальные криптовалюты не могут подпадать под действие закона о противодействии легализации доходов, которые получены незаконно. Биткоин мешает контролировать экономику правительства Англии и сильно озабочена стремительной популяризацией таких криптовалют, как биткоин. Вся система финансов Великобритании находится под полным контролем правительства. Каждая проводимая транзакция видна банкам, и если будет замечена подозрительная активность, то любого жителя может посетить полиция. Банки Туманного Альбиона контролируют каждого своего клиента и сотрудничают с правительственными организациями. Биткоин, анонимные власти не в силах его контролировать. Центральный банк Англии решил предложить в качестве альтернативы свои собственные электронные деньги, но такие, над которыми он сможет вести контроль и отслеживать все транзакции. Сторонники технологии блокчейн вряд ли согласятся с таким компромиссом, ведь главный принцип криптовалют — анонимность. Плюсы и минусы английской криптовалюты Рассмотрим минусы английской криптовалюты. Британская криптовалюта, как и биткоины, основана на технологии блокчейн, но она будет отличаться тем, что над ней получат контроль банки и они смогут узнавать информацию о транзакциях и личности владельца электронных денег. Важным минусом этой криптовалюты является локальность. Криптофунт будет полезен только жителям Англии. Плохая защита от мошенничества. Если пароли от кошелька попадут к другим людям, то они смогут ими воспользоваться и снять деньги. Минусов мало, но они существенные. Рассмотрим плюсы. Курс английской криптовалюты будет привязан к официальному курсу фунта стерлинга. Это способствует тому, что спекуляции с данной монетой исключаются. Центральный банк Англии и власти государства не будут иметь никаких претензий к этой криптовалюте. Она станет полностью легальной. Отсутствие посредников. ЦБ будет в. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok